Контактные зоопарки, в которых можно погладить и покормить животных, становятся все более популярными. Но иногда и обычная квартира может быть похожа на зверинец. Наша съемочная группа побывала в гостях у семьи Куликовых и познакомилась с их экзотическими питомцами. Это мой кролик, его зовут Скаль. Он не кусается, можно его погладить. Первоклассница Камила с удовольствием демонстрирует друзьям своих питомцев. В этой квартире живут собака, кошка, кролик, чилийская белочка и енот-полоскун. Красавчику Амуру пять месяцев. Большую часть дня он проводит в клетке. Но когда семья собирается вместе, енота выпускают погулять. И дома начинается веселье. Ведь енот очень активное, энергичное и любопытное животное. Он любит играть. Иногда пытается вытащить что-то откуда-то. Иногда пытается обнять. Иногда пытается пробраться куда-нибудь. Кормит енота кормом для собак или кошек. Также в рационе обязательно должны быть мясо и фрукты. Амурчик очень любит бананы и виноград. Пока мы с мамой смотрели телевизор, енот вылез из клетки и побежал на кухню, где стояла тарелка с виноградом. Он ее стащил и побежал к себе в клетку. Вот так. Еще одна страсть енота – вода. В природе эти звери часами отмывают в воде свою добычу, купают детей. В домашних условиях зверьки тоже полощат свой корм. Да и вообще все, что найдут. В тазике с водой оказалась и наша камера. Зверек в доме – это не только интересно, но и полезно. Ребенок с ним познает мир, учится доброте, заботе. Единственное, нужно помнить, что енот – хищник и может укусить даже своего друга. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика.